Привет, мои хорошие. Меня зовут Света Пролеско. И, ребятки, добро пожаловать в новый влог. Ребят, это самый последний влог уходящего 2021 года. Да, 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 я еще не успела вам все показать. Представляете, у меня будет большой, насыщенный влог, потому что будет много очень крутых походов, покупок, всяких посещений. Мы с вами много где побываем. Покажу вам приготовление к Новому году. В общем, будет все очень-очень интересно. Поэтому, ребятки, кто еще не подписался, обязательно подпишитесь, поставьте свои пальчики вверх. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А мы с вами поехали! Привет, мои хорошие. Сегодня суббота. Сегодня очень классный такой прекрасный солнечный морозный день. У нас там елочка. Я на перекрестке стою. У нас вчера был сочельник. С Рождеством вас, мои хорошие. Всего вам самого хорошего, всех самых Божьих благословений. Просто это самый мой любимый праздник. Я его обожаю, всегда с трепетом жду. И сейчас я отработала. Едем по нашим с вами делам. Все будет по-быстренькому. Затем я поеду в церковь. Затем мне нужно делать тортик на завтра. Завтра у нас будет. Мы будем с друзьями отмечать Рождество. Завтра будет еще куча других событий. Так что поехали. Все будет очень интересно. Вперед. Погода, ребят, просто шикарная. Я подъехала в Мегахэнд. Сегодня здесь завоз. Я, кстати, из Мегахэндов. Наверное, этот люблю больше всего. Наверное, полюбила после пуховика своего и после, конечно же, Валентина. Жакета. Это вообще шикарно. Поэтому я в первую очередь направилась в него. Потом заедем на карьерную, которая далековато. Может, еще в Эконом-сити. Не знаю, в общем. Посмотрим по времени. Все, пошли. Я сразу же направилась к сумочкам. И меня встречают много паленых люксовых сумок. И Бербери, и где-то там Луи Виттон был. Ну а-ля, конечно же. Ну, в принципе, и сделано было довольно-таки неплохо. Но это, конечно же, не оригинал. И я направляюсь сразу же к жакетам. У меня перед глазами еще стоит мой жакет от Валентина. И мне бы очень хотелось повторить эти эмоции. Но пока не встречался. К сожалению. Но ничего, у меня еще все впереди. А впереди меня ждала находка от не менее известного люксового бренда Эгнар. Это всемирно известный дом моды. Это люкс. Кстати, ребятки, этот жакет я купила. Забегая вперед скажу. И если кому-то понравился, можете мне написать в Instagram или WhatsApp. И мы с вами обсудим. Вот такая была штучка. Жакет в стиле Шанель. Сейчас на пике популярности. В принципе, они никуда не уходили. Понравился мне этот неплохой вариант пончо с замком. Я замком, если честно, не видела. Цвет очень красивый. Ну, я просто вам показываю. Брать я не собиралась. Но вариант очень интересный. И переходим к шарфам. Вот такой шарф я увидела. Насколько помню, это шерсть и кашемир. Вот такой ремень не попался. Дольчика Бана. Но я думаю, что это не Дольчика Бана. Вернее, я больше чем уверена. Настойки с обувью я увидела вот такие казаки. Это натуральная замша. Состояние было просто отличное. Буквально их один-два раза надели. Ну, и немножечко покрасуюсь тут перед вами. Показываю, что на мне надето. Вот такую интересную курточку я увидела. Отделочка с натурального меха. А вот этой находке, ребят, я просто неимоверно рада. Я когда увидела эту куртку, я сразу поняла, что это что-то в стиле Макс Мара. Я была уверена. И когда я стала гуглить, я не ошиблась. Потому что это линейка от Макс Мара. Я даже, если честно, не знала об этом. Поэтому гугл мне в помощь. И продолжение темы Макс Мара. Вот такая красивая штучка. Кардиган. Это Макс Ко линейка от Макс Мара. Еще один кардиган. Это уже шерсть. Очень красивый цвет Кэмэл. Который не выходит с моды. Но там был дефект небольшой. Ну, и, конечно же, кашемир. Очень неплохая штучка кашемировая. Очень красивый цвет. Показываю, что это кашемир. Интересный свитрок. Мне понравился этот зверек. Стоимость его, в принципе, была небольшая. Насколько я помню, это шерсть. Попался мне вот такой интересный кардиган. И меня здесь впечатлил не состав. Так как он был, в принципе, вполне обычный. Много было ангоры. Там еще что-то. Смесовый состав. Мне очень понравились вот эти штучки. Мне их очень хотелось рассматривать. Очень интересные штучки. Это все металл. Там всякие крестики, звездочки, какие-то ангелочки, замочки. Ну, можно было его бесконечно рассматривать. Я, конечно же, не хотела его покупать. Мне он не нужен. Но вот именно за счет этих деталей смотрелось, конечно, все очень интересно. Показываю, что еще мне удалось увидеть. Жилетки такие красивые, пастельные оттенки. Неплохой свитерок был от Ralph Lauren. Насколько я помню, в составе была шерсть. Стоимость его, в принципе, немаленькая. И вот такой был свитерок от Benetton. Насколько я помню, это шерсть в составе. Пытаюсь показать состав этого пуловера. Думаю, что не ошибаюсь, что это шерсть. Benetton очень любит делать свои изделия из шерсти. Ну, и пробежимся еще из каких-то таких интересных вещей, которые я просто вам решила показать. Вот такой интересный свитер был от Betty Barclay. Интересная блуза была. Мне она понравилась. Именно своим фасоном интересным, но не понравилась. Насколько я помню, там был не очень хороший состав. Или я его не нашла, но не знаю, что-то мне в ней не понравилось. Уже сложно вспомнить. Вот такая интересная была комбинашечка. Это стопроцентный шелк. Но в Megahand, там где фиксированные цены, очень невыгодно покупать такие вещи, потому что ценники на них всегда очень большие. И для любителей винтажа решила показать вот такой интересный костюм. Это стопроцентное винтажное изделие, насколько я думаю. Я знаю, что среди моих подписчиков немало любителей такого хорошего винтажа, поэтому показываю. Вот такие были джинсы от Dolce & Gabbana. Это был оригинал. Посадка была сверхнизкая. Сейчас посадка низкая возвращается уже, но нужно, конечно же, смотреть на актуальность модели, потому что есть изделия, которые уже давно устаревшие. Неважно, высокая посадка, низкая посадка. Нужно просто, конечно, здесь смотреть. Эти джинсы мне не понравились. Именно из-за того, что они все-таки были уже устаревшие. По модели. И просто мне они не понравились. Вот и все. Вот такой был свитерочек. Насколько я помню, это был кашемир. Свитер от Ralph Lauren. Это мы с вами уже в мужском отделе. Насколько я помню, он тоже был кашемировый. Состояние было его просто великолепное. Камера засвечивает. Я вернулась еще, не знаю, на каком-то интуитивном уровне. Вернулась еще в женский отдел. Решила посмотреть еще раз, где вещи спортивные. И смотрите, что я нашла. Камера засвечивает. Там цвет насыщенный, черный. Это бархатное худи от Dior. Это классная находка. В тот день подняла мне очень настроение. И мы перемещаемся в примерочную. Обо всем подробнее поговорим. Ребятки, я в примерочной. Я скажу, что я очень-очень довольна. То, что мне удалось найти. Мне обошлось, конечно же, без тяжелого люкса. Что я очень-очень люблю. Здесь вот это я покрывалка подумаю. Взять, не взять. Это тоже жду. Быстрое реагирование. Шарф, шелк и пашмина. И сейчас показываем, что я взяла с собой примерочную. В общем, находки у меня практически все люкс. Вы посмотрите на эту красоту. Это люксовый бренд Agner. Это оригинал. Это оригинал. Здесь все-все-все-все-все-все есть. Все, что нужно. Все присутствует. Артикул. Короче, все-все-все. В общем, это состояние просто идеальное. Состояние новой вещи. Это сороковой размер. Наш сорок шестой. Невероятный. Естественно, я его возьму. Ребят, представляете, я уже походу узнала в магазине, что у них акция. Берешь три вещи и одна в подарок, которая по меньшей цене. Поэтому я сегодня по-любому уйду как минимум с тремя вещами. А я думаю, что больше. Ну что, дальше по порядку показываем. Это я уже на последнее. Представляете, я уже посмотрела там, где были, висели все худи со спортивной одеждой. Короче, все. Я уже глянула, просмотрела быстренько. Потом опять почему-то я туда повернула и увидела. Увидела Д, буковку. Где-то, знаете, такое, как на бархате. Это бархат такой. Велю, нет, бархат. И потом увидела, что это Дивур. Увидела здесь все, короче, брондировано. Начала смотреть. Ребят, я больше склоняюсь, что это все-таки оригинал. Там все есть. Артикул. Короче, все-все-все присутствует. Это размер L. Состояние просто идеальное. Смотрите. Он насыщенно такой черный. Здесь ни следов носки вообще никаких нет. Абсолютно. Такой удлиненый худи. Их даже, знаете, как туника я возьму однозначно себе. Я люблю такие вещи длинные. Даже где-то под высокие сапоги. Он смотрится уже не просто как худи. Он смотрится такой худи выходного дня. Вообще класс. Мне очень нравится. Ну, в общем, люкс. Дальше следующий люкс. Это, я не знаю, мне просто понравилось. Это блуза. Это хлопок стопроцентный. Мне она просто понравилась. Я ее хочу померить. Ну, просто понравилась. И все. Не знаю, там размер. Ой, там не указано, что за... Так, это... Я могу сейчас ошибиться, как правильно читать. Блуз. Что-то типа такое. Аблуз. Короче, я потом где-то прикреплю, как правильно читается. Ребят, я когда загуглила, и вообще сначала увидела, мне понравилась очень модель. Мне понравился цвет. И я решила все-таки просмотреть, что это. Стоимость 22 доллара. И когда я загуглила, я поняла, что вообще супер. Ну, я не ошиблась в своих ощущениях. Это люкс. Это линейка Max Mara. Больше относится к Morello. Который, короче, это производство 100 серии. Вообще шикарная. Мне она очень нравится. Такая минималистичная. Отделочка легкая. Такой с натуральной меха. Мне нравится, что закрытые пуговки, замочек, вернее, ничего. Такого все минималистичное. В общем, я ее померяю. Я на нее возлагаю большие надежды. Мне бы хотела, чтобы она мне подошла. Честно. Мне она очень нравится. Так. Это Max Co. Та-дам! Max Co. Это линейка Max Mara. Это я сейчас буду скидывать своей девочке-подписчице. Которая меня просила найти что-то такое уже не сильно базовое. Такое более ажурное. Вот как раз следующие две вещички будут для нее. Я сейчас ее померяю и покажу. В общем, так. И вот это тоже Betty Barclay. Вот такая вот тоже ажурная. Ажурный пулловер. Смотрите, здесь такая сеточка. В общем, тоже померяю для нее. Очень интересная такая. Она прикольная. Она что-то такого плана. Вот как раз мне скидывала фоточки. Представляете? И я что-то такое подобное для нее и откопала. Это очень приятненько. Ну все. А и там две сумочки, которые я тоже мне на заказу. Эта же девочка мне просит две сумочки кроссбоди. И вот я жду сейчас от нее ответ. Ну что, я буду меряться. Субтитры сделал DimaTorzok Очень классная, очень интересная такая. Такой пулловер, да, ажурный. Очень классный. Это Betty Barclay. Супер. Жду сейчас ответ от нее. Ребят, это шикарный такой кардиганчик. Не знаю, как назвать. Это не болерушка, скорее кардиганчик. Я возьму на свой магазин Max.co Потому что для моей подписчицы маловато. К сожалению, она берет черную. Но я возьму это размер ML. В принципе, на ее свете она тоже может сесть. Очень классная, вообще шикарная. Я возьму на магазин. Эта блуза села на меня хорошо. Но я ее не буду брать. Из-за того, что несмотря на свою ажурность, какие-то такие детали эти, я ее брать не буду, потому что она мне какая-то слишком мрачная. Не хочу. Не хочу. У меня, в принципе, я не понимаю, что я, может быть, один раз ее надену. И все. Ну и что потом? Ну, короче, нет. Я лучше возьму. У меня есть, что сегодня взять, из чего выбрать. Поэтому нет. Еще поняла, ребят, знаете, что мне здесь неуютно в нем. Потому что вот эта вот кружева, там вот видно, да, они шею мне кусают. Мне неприятно как-то. Так что не буду брать точно уже. В общем, без сомнения, это находка дня. Вообще класс. Просто шикарный. Просто шикарный. Зеркало здесь очень такое, ну, мутное. Он просто шикарный. Вообще он в состоянии идеальном. Вообще идеальном. Я все-таки склоняюсь оригинал. Я просмотрела и швы, и посмотрела все артикли. Короче, номер серии, мне все-все присутствует. Вообще классный. Мне нравится, что он длиненый. Его просто можно под леггинсы, какие-то и высокие цапоги. Можно вообще как хочешь комбинировать. Можно так под джинсы. Просто супер. Конечно, я буду носить. Я понимаю, что находка дня. И, конечно же, еще... Да вообще, вот это, вот это. Это все у меня находки дня. И вот это. В общем, не знаю. Я, знаете, больше всего обожаю именно вот этот мегахенд, потому что он меня радует каждый раз. Я даже, когда листала уже эти жакеты, помните, я нашла Валентина там, я такая думаю, ну, что-то должно сегодня обязательно мне попасться. С мне Рождество, подарок. И тут на тебе. На тебе. Вот это красота. Вот это красота. Агнер. Так что обожаю. Что еще хотела сказать, ребят? Это все железо, металл. Это очень тяжелая такая фурнитурка. Все брендировано. И вот, ой, здесь не видно. Потом покажу. Здесь, короче, потом эти штучки и колечки, где вставляются шнурочки. В общем, все, 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 все. И такое нравится. потому что вы знаете, что я не люблю логомании сильно, да, как бы, вот опять такое все, ну, вбитое, как бы, не бросающиеся в глаза. Вроде как бы есть, но оно такое, все очень сглажено. Супер, вообще класс. Обожаю находка дня. Ребята, в общем, я сейчас сижу в примерочной, начала гуглить везде полностью его, чтобы просто, как и для себя, какие-то вопросы убрать, все ответы получить. Меня смутил момент уже, видите, здесь просто слово Диор. Ой, подождите, что-то. Ого, смотрите, здесь еще шнурочек, где этикеточка была. Ого, видите, я думаю, что он без следов носки, он вообще просто с нуля полностью. Короче, и я начала гуглить, в интернете нашла, именно вот эта коллекция идет, у них, которая просто значок идет Диор, без Кристиан Диора, а уже потом там в этом самом, в этикетке написано все дальше, серийный номер, короче, это все есть. Вот, видите, просто Диор, Диор, Диор же Дор, как бы, есть там что-то еще какие-то, ну, вот просто Диор такой напишется, и это меня смущало этот момент, поэтому я, конечно, не буду утверждать там на 100%, да, что это оригинал, но все абсолютно, швы, серийный номер, короче, ой, что-то прицепилось, все эти моменты присутствуют, фурнитура тяжелая, все везде бронировано, вот это вот меня момент смущало, который просто я сейчас получила для себя ответ, вот, видите, так он смотрится, он камера сблизи, засветляет, так, он вот такой вот, очень классный, в общем, я вне сомнений беру, потому что все, швы вообще все равнюсенькие, все, все, все везде, очень круто, очень круто прошито, супер, просто супер, это очень тяжелая фурнитура, здесь вот тоже, видите, все брендировано, говорю, вот этот момент один, который просто я для себя решила выяснить, перечень ее братья все-таки, выяснила, обходится мне она, так, 12 долларов, или 11, 11 долларов, вообще капец, как и жакет тогда, вот, Валентина, просто говорю, оценки такие рядышком висит, непонятно, что там, а чем дем какой-то дороже, 35 рублей, вот здесь вот, ну, короче, вот так, меряю жакет Агнер, конечно же, он на меня большой, это не мой размер, это 40-ой, значит, 46-ой размер, я его, вне сомнений, возьму, возьму его на магазин, вообще, ребят, мы просто в новом состоянии, полностью новое состояние, невероятный, классный, крутой, крутой, в общем, беру, 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 на куртку я, вне сомнения, беру, я вообще обалдею, вообще, это 38-ой размер, но я не люблю, как это куртки в облипку, рукава, плечи, я даже, наверное, не буду садить, может, рукавчик укорочу, по талии, все хорошо село, в общем, это, да, это такой, стиль Максмара, минималистичный, просто вообще супер, такая-то опушечка делает, делает, добавляет такой, немножечко нотки, чтобы уйти с такого, минимального момента, да, вот, чуть-чуть такой вот, акцент на мех этот, на опушку, вообще класс, просто класс, я не знаю, почему сегодня больше радоваться, мешает этот, нормально закрепить, здесь эта штучка клипса, класс вообще, знаете, она такая, на весну такую уже, ближе к, не ранее, такая, ну, когда пальтишко можно такое, знаете, вот, короче, они, а, здесь капюшон, нет, не отстегивается, нет, короче, когда уже потеплее, супер, вообще класс, ценили, конечно, ее очень мало, они для такой куртки, висят рядышком, 30-40 долларов, не какучие, а это, сколько я говорила, ля-ля-ля-ля, 54 рубля, это 22, где-то, около 22 долларов, вообще, девочки, мальчики, просто я в восторге, в общем, это беру, это беру, это беру, это беру, это беру, сумочку одну тоже беру, покрывалка, не знаю, вот это не беру, потому что никто не откликнулся, ну, короче, не знаю, сейчас посмотрю, там сегодня еще акция, я же говорила вам, третья вещь, подарок, поэтому, если получится, может быть, и возьму, не знаю, все, я так довольна, в общем, еще не могу никак угомониться, что я хотела еще сказать, куртка в идеальном новом состоянии, никаких следов носки, вообще, просто этикетка с нуля, подкладка с нуля, это вообще ни одного, никакого следа носки, здесь 2009, написано, может, коллекция 2009 года, но следов носки никаких, идеальное состояние, полностью, это мы уже сказали вообще, что на новое, потому что еще и когда шнурок, это отличное, идеальное состояние, это идеальное состояние, ну, просто, все в идеальном состоянии, сегодня все идеально, потому что сегодня Рождество, я вышла с магазина, погода замечательная, я с огромным пакетом, у меня получилось две вещи в подарок, представляете, ребят, короче, я сэкономила, сейчас я вам скажу, так, 11 долларов, 12, 13, 14, 15 долларов, короче, я сэкономила, это очень-очень приятненько, шла к машине, моя машина обкакала птичка, говорят деньгам, было бы неплохо, могу сфокусировать камеру, потому что везде-везде солнце, ребят, я, конечно, в упор вообще не знаю, что там в эконом-сити сегодня, но вызову скидки, без понятия, так что зайдем, просмотрим, там должны на витрине вывешивать, если что, то заходить не буду, если не новый завоз, так что пойдем посмотрим, мы потом на карьерную в Мегахэн, все, уже сдалека увидела, там минус 30% скидки, в общем, я туда не пойду, потому что точно там ничего интересного не будет, вот, церковь красивая, а мы едем с вами на карьерную, посмотрим, что там, порадовала меня Мегахэн, спасибо тебе большое, боженька, спасибо за такие классные подарки, и неожиданные скидки, которые просто вообще на новом завозе, такое впервые, чтобы было, чтобы что-то такое, это только сегодня, кстати, завтра такого нет, ну что, вперед, я уже подъехала во второй Мегахэн, смотрите, здесь малыш опять это встречает, привет, зайка, привет, хороший, ты хороший, ты хороший ребенок, все, идем в магазинчик, я по традиции, я по традиции направилась сразу же к сумкам, и посмотрите, что я нашла, это сумка Клач, такого немаленького размера, от люксового бренда Кристиан Лакруа, сумка, сумка вообще просто в идеальном состоянии, ребят, но я решила все-таки ее оставить в магазине, потому что у меня возникли сомнения в том, что это оригинал, если это и копия, то высочайшего качества, но мне это не надо, поэтому оставила в магазине, смотрю, что еще было из сумочек, какая-то кожаная малышка была, из обуви вот такие были ботинки, натуральный мех внутри, натуральная замша снаружи, и идем к одежде, кашемирчик очень приятного цвета, мне очень нравится этот цвет на ком-то, но я не покупаю себе такие, ну как-то мне кажется, это не мой цвет, вот эти все лимонные оттенки, это не мое, шерсть и кашемир, вот Armani футболочка, 11 долларов, понравилась мне вот эта футболка, вернее такой свитурок, с застежкой как пола, это шерсть с кашемиром, очень мне она понравилась, но я решила ее не брать, состояние было просто идеальное, еще кашемир, 42 рубля, кардиганчик, такой довольно-таки неплохой, и еще кашемир, ну в принципе кашемира было много, вот такая интересная куртка была, для активного отдыха, очень интересно, такие бабочки, интересные, ну и с этого магазина, я, ребят, вышла без покупок, ничего интересного, я для себя не нашла, кто я такой маленький, тут выглядывает, из-за угла, подхожу, он из-за угла выглядывает, на меня смотрит, малыш, а где твой братик, или сестричка, если тоже будет, а? Зайка. В общем, ребят, я ничего не купила в этом магазине, эту сумку, Кристиан Лакуа, я все-таки не купила, потому что я сомневаюсь в ее оригинальности, меня смутило, там вроде серийный номер есть, но смутило то, что написано, что произведено в Индии, ну не знаю, что-то с трудом не верится, что в Индии будет, что в Индии будет производить эти сумки, ну короче, под сомнением, поэтому я решила все-таки не брать, у меня сейчас такая мысль, мне нужно в церковь ехать к 6 часам, сейчас уже 5, я все-таки, наверное, домой не поеду, я сейчас заеду в Мода Макс, который здесь рядышком, потом сразу поеду в церковь, голодная очень, ребят, представляете, за целый день только батончик протеиновый съела, и из Клаф-экспресс, смотрите, купила чипсы вот такие натуральные, оливковое масло, сыр фета с базиликом, я первый раз такие вижу, короче, без добавления красителей, консервантов, без добавления усилителей вкуса, подходит для вегетарианцев, короче, 100% натуральные, но не знаю, в общем, он дороже других чипсов, но покушать, потому что вообще нет, ну, возможности уже никуда заехать, и там еще буду на служение, полтора часа как минимум, поэтому нет уже, по машине перекушу, вот хотя бы вот этим, хотя я чипсы такие не покупаю, но ведь меня как бы подтолкнуло то, что натуральное для вегетарианцев, что может быть здесь что-то более-менее нормальное, иногда можно, я давно, кстати, уже не покупала их очень давно, ну, чипсы, все, я еду в Мода Макс, если там не сокращенный день, потому что здесь сегодня сокращенный день, и представляете, девочка откликнулась на быстрое реагирование, шарфик, и, ну, позвонили, я говорю, ну, хотела, чтобы позвонили в тот магазин, потому что я уже уехала оттуда, приехала в другой, но они говорят, что сокращенный, они на завтра не оставляют, поэтому я не знаю, или у меня получится завтра заехать, без понятия, ну, в общем, так, так что реагируйте быстрее, ребят, уже скоро солнце садится, кстати, уже сегодня будет, с завтрашнего дня, по-моему, уже будет больше световой день, очень красиво, все, я к Мода Макс подъехала, вроде свет горит, вроде люди там выходили, но не видела, чтобы заходили, может, просто выпускают, сейчас посмотрим, что касается чипсов, знаете, даже странно, написано, что нет усилителя вкуса, но они на самом деле, такой базилик и фета, очень чувствуется вкус, ну, такие нормальные, чувствуется, что они такие нежирные, да, как непритерно-жирные, как обычные, Лейс, ну, все, зайду, посмотрю, что там, Мода Макс, если получится, покажу, потому что у меня, как обычно, садится батарея, столько много съемок, в течение дня, кстати, здесь сегодня тоже акции, видите, двойная скидка, по дисконтной карте, 25 по 30, ну, засмотрим, посмотрим, забегая вперед, скажу, что здесь я ничего не купила, и осталась без каких-либо приятных впечатлений, вот такая вот шубка была, насколько я помню, это категория люкс, шубка была в отличном состоянии, да, это люкс, это белая клипса, очень мне понравился этот адвент календарь, но у меня уже их два, поэтому, если бы у меня не было моего, я бы этот однозначно купила, очень классный, и вот такие интересные были туфельки, тоже бы как-то одно время находили с вами другого цвета, его тоже с этой же категории, такие, скорее всего, или для танцев, или для каких-то выступлений, ну и в принципе на этом все, ну что, ребятки, я зашла и вышла, мне ничего там абсолютно не понравилось, даже нечего было вам поснимать, я сейчас уже иду в машинке, еду в церковь, батарея садится, поэтому я уже не буду ничего снимать, может только дома, мне сегодня нужно будет печь очередной тортик, на завтрашнее мероприятие, так что, если не забуду, что-нибудь для вас сниму еще, все, пока, наверное, на сегодня пока, после магазина встретила вот такую зайку голодную, купила две такие пачечки, просто одним залпом слопала, малышка ты, молодец ты меня дождалась, я же тебе обещала, в общем, кормите, пожалуйста, этих малышей, не забывайте, потому что им очень холодно, а у меня тем временем по планам готовить торт Наполеончик на завтрашнее мероприятие, и смотрю свой самый обожаемый фильм, просто его обожаю, уважаю, узнали, я думаю, все его узнали, ежегодно, мы обязательно смотрим этот фильм, я думаю, еще Катюшка приедет, мы еще с ней также посмотрим его, так что готовим и смотрим. Ребят, как вам мой подарочек на Тайные Санта? Ну, там типа Тайные Санта, не совсем так, я не знаю, кому я буду дарить, поэтому сделаю универсальный, это шоколад, который я сама делала, в общем, коробочку так красиво запакую, я думаю, неплохо будет, да? Кстати, вот, показываю вам елочку, здесь сейчас свет не дневной, поэтому не видно сильно, что она у нас такая голубенькая, а запах просто неимоверный, неимоверный запах. Еще я жду кое-что на елочку, вот в этом пробеле будет висеть кое-что интересное, скорее всего, в понедельник заперу, ну вот вот такое вот, нужно вот только упаковать еще. А тем временем я делаю наполеончик, вот так вот он у меня готовится, одной рукой, поэтому немножечко капаю, чуть-чуть еще нужно немножечко, слушайте на фоне, так, в общем, так, будет много коржей, там, наверное, в прошлый раз отдела 16, он был высокий, но сейчас я еще хочу больше сделать, вот так, слышите, распинается Тося. Ну все, мои двухчасовые, даже более трудовые пекания на этой печке подходят к концу, отгадайте, сколько здесь коржей, отгадайте, 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 ну, считай тот, который еще здесь. Ребята, мы сегодня с Ксюшей, идем, куда Ксюша? В театр. На спектакль мы идем сегодня, да? Да. Да, ну что, пойдем? Вот, мы поднимаемся с тобой, да? Кто это? Что за царь такой? Знаешь? Поглади, верблюдо, хочешь погладить? Не боишься? Не боишься? Что там? Люди стоят. Люди там, да, догадалась. Шестилетка? Ну что? 500 человек, а это совершенно невозможно. А вот и возможно. Я столько работаю над собой, не ем сладкое. Каждый день бегаю, приседаю, ни дня не пропускаю. Сажу за лицом, масочки, гели, бальзамы. Надо же, а я и так нормально выгляжу, без всяких этих твоих масочек. Что? Я не поняла. О, мама, нет. Ладно, раз тебе так нужен этот телефон, будем бывать на твоем образе. Смотри, чем меньше будет вероятнее, что твой костюм будет похож на другие, тем больше шансов у тебя на победу. Добрый день. Мы из местной лаборатории. А что случилось? В городе обнаружил опаснейший вирус, и мы обрабатываем все квартиры. А чем обрабатываем супер-тихлофосмин и последние разработки лаборатории Илона Маска о рождении Иисуса Христа, сына Бога? Ничего не понимаем. Бог родился на земле? Зачем? Он родился для всех людей, простых и бедных, знатных и богатых. И для меня, и для тебя, Соня, и для тебя, Рита, чтобы показать людям Божью любовь, подарить прощение и дать надежду, надежду, в которой вы так нуждаетесь. Бог через своего Сына Иисуса Христа говорит нам, что в жизни есть гораздо больше смысла, чем стать звездой Тик-Тока. Или угодить подруге, а для этого украсть телефон. Бог дает нам способность делать правильный выбор, забросить Тик-Ток и пойти помогать в детский дом. Или не стесняться сонке, которую пошила любимая бабушка. Замечать подругу рядом, не думать только о себе, а относиться к людям так, как бы вы хотели, девочки, чтобы относились к вам, люди, мы очень часто поступаем плохо, ошибаемся. Но Бог пришел на землю, чтобы изменились наши сердца. За это Иисус заплатил своей жизнью. И если ты поверишь в это, Бог обещает, что твое сердце, твоя жизнь обязательно изменится. И что, чтобы все изменилось, нужно просто поверить? дамы, просто поверить, пригласить и принять его в свое сердце. И тогда нам будет жить Божья любовь. Дамы и господа, дамы и господа, девчушки, девятошки, все-все-все, кто оказался на нашем празднике, всем привет! Всех поздравляю с выступлением каникул, потому что у меня сейчас новый год, Рождество! Все их знают, что в нашем маскараде мы определим обладателя костюма, который получит приз. Новый телефон! Сегодня все... Когда директор сказала, что мне нужно выйти и извиниться перед всеми вами, чтобы дело закрыто, я долго думала, что я схожу, как оправдаюсь. Вначале я хотела, чтобы вам стало жальными, и мы все забыли. Но потом я поняла, что так не будет. Теперь это навсегда будет со мной. Я хочу сказать что-то другое. В жизни бывает много проблем. Не получается хорошо учиться, нет понимания с родителями, может сменить денег, а вы хотите кому-то что-то доказать. Может быть, вы злитесь на кого-то или кому-то завидуете. Но пусть никогда ничто не заставит вас сделать то, что сделала я, потому что это ничего не решает. Но это отнимает у вас дружбу, доверие, надежды. Простите меня, если сможете. Мы прощаем тебя, Эля. Мы всех один подарим тебе надежды. Это наш рождественский подарок тебе и всем, кто пришел на наш праздник. Потому что у нашей истории счастливый конец. Хотя справедливости ради скажу, что в реальной жизни такое случается и не будет. И пусть чудо Рождества будет с вами всегда. Не теряйте надежды никогда. Пусть она поселится в вашем сердце. У рождественской надежды есть имя иисус Христос. И он очень ждет, когда каждый из вас пустит его в свое сердце. И он очень ждет. И он очень ждет, когда каждый из вас пустит его в свое сердце. Аллилуйя. Ксюшка с подарком, да? Классно. Кто мог уже смотреть, да? А это смотрите, какое сердечко они тут делали. Потом оно застынет, его может быть на елочку. Сама сделала? Молодец. А это у нас будет мы Кирюшу перезадим, потому что Кирюша не поехал, он с температурой, да? Ну что, пойдем одеваться. А вот результаты моих трудов. Сейчас я упаковываю все по-быстрому, потому что я же очень опаздываю. И еду к друзьям. Все, спрятала их в домике. И быстрее собираться, потому что я уже очень-очень-очень опаздываю. Ребятки, я наконец-то в боевой готовности. Я уже собралась по-быстренькому. Тортики готовы. Показываю, что на мне. Первый раз выгуливаю свой жакет от Валентина. Брошечка Шанель. Платье мы с вами вместе покупали. Бархатные сапожки. И сумочка, да-да, это она, сумочка Селин. Все, я погнала. Сейчас Яночка мне помогает упаковать подарочек. И вперед! Смотрите, как у нас соседи придумали изобретательный багажник машины. Поставили елочку, и она горит. Ночью горит елочка. Прикольно. В общем, я приехала домой уже. Холодно-холодно. Елочка горит. Доброе утро, ребята. Сегодня понедельник. Я уже на работе. И это предновогодняя неделя. Это значит, что неделя подарков для моих подопечных. И для малышей у меня специальные подарки. Это у меня будут для малышки Наташки. Сейчас я подарю Заре. Там полезные батончики, кое-что еще. А это для моих девочек-подопечных. Я еще не все, конечно же, упаковала. Еще нужно много упаковать. Поэтому идем дарить подарки. Я просто обожаю дарить подарки. Наверное, больше, чем получать. Интересно, а вы? У нас сегодня с Наташкой экзамен, да, Наташка? Наташка сдает мне шпагаты, перекаты в кольцо. Короче, все, что мы учили. Тем более я в кино пойду. Да, потом в кино пойдешь? Человек-паукар новой части. Ух ты, вот так вот. С братом. С братом, да, понятно. И все. И все? Да, поп-корн буду огромную пачку есть. Классно тебе. Хорошо. Это наш правый шпагатик. У нас была цель с Наташкой к Новому году. Все шпагаты. Правый, отлично. Плечики ровненько, носочки тянем. Головкой прямо смотрим. Носочком тяни. Вперед. Молодец. Умничка моя. А это наш левый шпагатик. Нам удался чуть сложнее, чем другие. Но уже все хорошо. Уже сидим, да, зайка? Упасть хочу. Упасть хочешь, нет? Пока нельзя падать. У тебя же сегодня экзамен. У тебя сегодня экзамен. Носочек тяни. Ты скажешь, когда можно. Хорошо, только носочек натяни. Молодчинка. Можно. Мы сдаем кольцо с Наташкой. У нас здесь все хорошо. Полное касание. Молодец. Молодец. Продвигаться неудобно. Я не сделала. Ну давай, пробуем носочки. Как ты это сделала? Вот сейчас нужно повторить. Чего ты падаешь, как мячик? Зайка, ручки уводи вперед. Пятки увидела, да? Опять увидела пятки свои? Молодец. Ручки попробуй вперед вывести. Опять назад руки. Чего ты все падаешь в сторону? Давай, настройся. Носочки натягиваем. Ручки не забывай вперед. Молодец. Хорошо. Умничка. Хорошо. Все? Все? Желтый. Желтый, да. Ты увидела пятки свои сейчас? Да. Точно увидела? Я клею только пятки, но и колени. Ну и колени увидела. Ну все, тогда зачет. Тогда зачет. С этой малышкой просто одно удовольствие работать. Молодец. Что, у нас контрольный урок подошел к концу. У нас очень классные оценки, да, Наташка? Да. Какие у нас шпагатые оценки? 9, 9, 8. Кольцо у нас... Кольцо у нас, что, 10, да? Да. И потом восьмерки и девятки. В общем, все супер. Ты у меня просто молодец. Сейчас ты мне написала в дневнике, что я умничка. Да, я написала в дневнике, что Наташка умничка. И вот этот вот подарочек моей умничке от Снегурочки Светы, твоего тренера. Спасибо. Только много не кушай, хорошо? Хорошо. А то будет живот болеть, правда? Будет хорошо. И придешь уже после праздников... У меня уже когда-то болел живот от кукуруза. А то придешь толстая ко мне после праздников. Так же нельзя? Ну да. Ну да. Ну все. Мы пойдем. Я готова. Мы будем сейчас кушать, да? Да. Даша, угостишь меня конфеткой? Да. Ну хорошо. Все. Ребятки, я заехала на почту, чтобы получить посылочку. А что там, я вам покажу на распаковочке. Как обычно, Света пришла на почту в обеденный перерыв. Поэтому я, чтобы не терять время, не ждать, схожу в Мегахэн. Здесь, по-моему, 60% скидки. Посмотрим, чтобы не мерзнуть на улице, потому что очень холодно. В стоечке спортивной одежды я увидела вот такую мастерку, олимпийку от Болинсиага. Ну не совсем от Болинсиага, а немножечко паленая, но все же. Пальтишко от Франко Каллигари, оно было, вернее, жакет, извиняюсь. Он был на завозе, он также и остался. Жакет даже, как бы, скорее полупальтишком. Вот такой кардиганчик был. Пальто от Марк Пола. Ну, ничего интересного я там не нашла, ничего не купила. Вот такой был жакет от Маркона. Эту курточку я вам показывала на завозе, и она долежала до, висела до распродажи. Тоже вышла с магазина, мне не понравилось совершенно ничего. Свою основную задачу я выполнила. Пересидела время, чтобы закончился обеденный перерыв. В общем, 60% скидки, а товар такой, что я бы даже бесплатно ничего не взяла. Ну, вообще бы ничего не взяла. Поэтому иду сейчас за посылочкой. Ну что ж, вот в этой коробочке что-то есть. Это точно не телефон. Дома посмотрим, что там есть. Ну что, ребятки, я приехала домой, и даже без обеда сразу же буду делать распаковочку, потому что мне самой не терпится посмотреть, что там. Я знаю, что там, но, знаете, как бы такая предыстория. Это то, что здесь лежит в этой коробке, это особенно ценно для меня, потому что это память. Понимаете, нет ничего, наверное, ценнее, чем память. Такие приятные моменты, какие-то мгновения. Это память моего детства, такого счастливого, прекрасного детства. Поэтому сейчас вам покажу. И не случайно на фоне этой елочки моей малышки и канун Нового года, для того, чтобы сразу же дополнить вот эту вот красоту вот тем, что здесь. Ну, вы, наверное, немножко догадались уже. В общем, не будем терять время. И все это показываю вам, что здесь. Ой. Так повезло, что еще очереди не было. Я уже думала, буду стоять на европочке. Ну, я буквально минут 15-10, и все. Потому что в прошлом году, когда я забирала свою сумочку Луи Виттон, которую я покупала, это не секонда, а сумку нормальную. Я покупала дорого. Я простояла почти 3 часа. Это, как сейчас помню, было 24-25-е. В общем, так. Ну что. Ой. Сестричка так запаковала. Конечно, потому что там все очень хрусткое и нежное. Не терпится мне, не терпится мне. Ах, ребят. Ой. Ребят, сейчас будем потихонечку доставать и показывать. Первое. Это самое-самое мое любимое воспоминание детства. Посмотрите. Ребят, это стеклянные игрушки с елки моего детства. Это еще бабушка, когда дедушка. Они были там еще молоденькие совсем. Это они покупали. У нас всегда росла. Вернее, росла. Бабушка с дедушкой ставили только живую елку. И я очень хорошо, когда была маленькая, помнила эту вот девочку. Мне так хотелось ее всегда заполучить. И вот у меня, видите, здесь такое все такое уже застаренное. Временем. На самом деле, времени. Я не знаю, сколько этой игрушки лет, как и тем другим. Потому что, вот видите, здесь она чуть-чуть капельку отколота. Но я Тане говорю, Таня, все равно отсылай мне. Потому что вот даже веревочка такая вот желтенькая еще. Как бабушка вешала с дедушкой. Ну просто. Я их потом повешаю, покажу. Я специально освободила место ближе к вертушке для того, чтобы видеть сдалека. Это следующая игрушка. Смотрите. Это вот такой вот Дед Мороз. Я тоже его очень и очень классно помню. Все доехало до меня в целости и сохранности. Вот такой Дед Морозик. Он целенький. Это самое настоящее стекло. Вообще, ребят, вы просто не представляете. У меня сердце бешно наколотится. Это такая память для меня. Это такое. А третья сказала, Оль, ты... Ой, говорит, Таньке, положи. Говорю, мне любую на твое усмотрение. Она мне положила шишечку. Шишечку тоже, конечно же, я помню. Вот так вот. Вот эти вот три красотки сейчас займут самое достойное место на моей елочке. Ура! Ну что ж, а сейчас мы повесим этих малышей на елочку. Давай, девочки, сюда такая елочка у меня колюченькая, ароматенькая, пахученькая. Так, вот так вот. Одна. Деда Мороза мы повесим чуть-чуть пониже. И вот сюда. И шишечку повесим куда-нибудь еще. Посерединке, наверное. Тонька, а что тебе там давишься? Вот здесь вот у нас будет висеть шишечка. Все. Все-все-все. Мои красоточки работают, девочки. Как, Светик, дела? Это что такое? Я не поняла. Это что такое? Стою, стою. А? Стою, стою. Стою, стою. Это я. Мои девочки подопечные. Меня уже начинают баловать подарочками. Вот, от Настена Глинтвейн на белом вине. Знают, что я люблю. И если пью, то только Глинтвейн чуть-чуть. Поэтому уже на Новый год есть Глинтвейнчик. А здесь не знаю, что. Еще дома есть подарочки. Но это вот то, что вам показала. Все, ухожу в Глинтвейн домой. Потому что время уже начало 11-го. Доброе утро, мои хорошие. Вернее, уже добрый день. Сегодня вторник. Время уже начало первое. Я только выбралась с дома. Потому что я просто ухандухлась за эти дни. Устала очень. Поэтому сегодня я никуда не спешила. Но у меня очень день расписан. Буквально по секундам. Потому что ночью приезжает моя дочурочка любимая. Поэтому куча приготовлений. Куча всего. Но это не мешает мне, конечно, заскочить и в магазины. Сейчас заеду в Евроленд. Модомакс. Потом нужно еще в Мегахэнд заехать. Большой. Там в другой части города. За платочком. Палантином этим шелк с пашниной. Если остался. Девочка попросила на быстрое реагирование. Но время уже не знаю. Осталось, не осталось. Потому что у меня не было времени заехать. Что на мне надето. Смотрите на мне. Мой кашемир с шелком. Палантин, который я покупала неделю назад. Новый пуховик. Джинсы. Уги мои. С которых не вылаживаю. В общем, у нас сегодня очень морозно. Очень холодно. Пока почистила стекло на улице в машине. Я закоченела полностью. Потому что у нас вообще морозится. 9-10 градусов. Ну, в принципе, кажется немного. Правда? Но у нас, ребят, очень большая влажность. Поэтому для нас это ощущается как на минус 25-30. Просто оно очень холодно. Очень и очень. Поэтому я с ней короткими перебежками. Так что мы с вами встретимся уже в магазине. Поехали. Машина у меня уже тепленькая. Вперед. Ну что ж, пробежимся по новому завозу. Я сразу же по привычке направляюсь к обуви. Было много кроссовок. В принципе, можно было выбрать что-то интересное. Лакосты, Адидас и еще какие-то варианты. Вот такие челси были. Натуральная замша. Состояние было просто отличное. Еще одни челси. Это уже натуральная кожа. Состояние тоже было очень отличное. Очень великолепное. По-моему, они даже новые. Вот я сейчас смотрю на них. Вот эти босоножки мне очень понравились. Это натуральная кожа. Очень похожая на босоножки, которые я взяла себе с натуральной замши. Желтенькие. Как-то несколько месяцев назад я их покупала. Великолепное состояние. Состояние просто новое. Но они, возможно, новые, судя по подошве. Еще одни кроссовочки от Найки. В общем, кроссовок было много. И, в принципе, обувь можно было тоже найти для себя. Вот такие были детские кроксы. Это был оригинал. Я не помню размер их. Но, по-моему, где-то 35-36 можно было на меня натянуть при желании. У меня 35 размер, поэтому было бы неплохо. Но я, если честно, кроксы не люблю. С ремнями мне немножечко повезло сегодня. Потому что я купила очень классный ремень. Вот этот ремень, который я купила. Мне несколько раз попадались ремни. Такие они, это швейцарские ремни. Бренд Этро выпускает такие ремни. Но это был не Этро. Но состояние его было просто абсолютно новое. Поэтому я его купила. Вот такая юбка шотландка была. Полушубок был. Такой а-ля каракуль. Я его даже, если честно, померила. По-моему, только не на завозе. А на следующий раз, когда пришла ли на завозе, если честно, ребят, не помню. Разберемся в примерочной. Вот такая была удлиненная жилетка из натуральной замши. Состояние было просто великолепное. На камере как-то выглядит хуже, чем было на самом деле. Вот такая курточка в абсолютно новом состоянии. Натуральная кожа. Красивый такой беломолочный цвет. Вот такие были брюки. Это, насколько я помню, натуральная замша. Состояние, в принципе, было довольно неплохое для замшевых брюк. Джинсы а-ля Бербери. Это не Бербери. Но когда видишь логотип, сразу, конечно же, цепляет. Потом уже начинаешь разбираться, оригинал или не оригинал. Но это был не оригинал. Томми Хилл Фигер. Я особо их сильно не рассматривала. Вот такие были джинсы. Это французский бренд. У меня черные джинсы есть этого бренда. Это очень небюджетный бренд. Это французский бренд. Считается не из дешевых. И качество очень отменное. Я очень люблю свои брюки. Джинсы черные, которые у меня есть. И поэтому показываю этот логотип вам. Вот такая была футболка с длинным рукавом от Ralph Lauren. И водолазка с шерстью от Uniqlo. Тоже была в неплохом, в отличном состоянии. Красивый такой винный цвет. Камера здесь немножко засвечивает. Дубленка была натуральная. Но мне не очень понравился оттенок. Какой-то такой немножечко зелень ее отдает. Мне не понравился цвет. Хотя состояние было очень хорошее. Какая-то курточка. Ну и на этом все. Идем в примерочную. Примерочная сейчас быстро покажу, что я взяла. Вот так вот я выгляжу. Сегодня такая голубенькая вся. Сейчас покажу быстро. Не понимаю, зачем я взяла эту юбку. Не знаю. Может захотелось померить. Такое интересное сверху шифоновое плиссе. Такое прозрачное. Сейчас, в принципе, знаете, я смотрела показ коллекции Шанэв. 2022 года. У них все вот такого плана. Все пушные юбки. У меня белая есть. В принципе, почему бы нет. Можно померить. Вот этот Ренат Квали. Я не знаю. Он в идеальном состоянии. Это наполовину шерсть. Там с чем-то с акрилом, наверное. Кардиган. Он в абсолютно новом состоянии. Размер, по-моему, Элька. По-моему, Элечка. Я не знаю, что с ним делать. Цены разные на него. В принципе, где-то полторы тысячи гривен что-то стоит. Ну, короче, разные. Цены я не знаю. В общем, сейчас еще погуглю. Смотрите, мне захотелось померить вот эту шубейку каракулевую. Такая нежная, очень красивая. Ее тут все таскали. Очень такая мягенькая, мягусенькая, ледненькая. Вот такой. Это какой-то обрез. Альфреда Паула. Альфреда Паула. Не знаю, что за такое. Но померить хотелось бы. Подкладка, мне кажется, это точно не полистер. Что-то такое получше. Видите, срезанная этикеточка. Но не знаю, что-то получше. Может, вискоза с ацетатом. Но не знаю. Так, это от Юникло. Такая вот легенькая олимпийка. Посмотрю на работу. Как бы мне такого всегда нужно много. В зал это такая легкая уже. С такими прорезями для пальчиков. Взяла просто обычные. Это мой размер. Брючки на каждый день. Утепленные. Такие. Я такого плана что-то хотела. Потому что я Янке отдала костюм, который покупала. Вот эти мне захотелось очень померить. Ну, честно. Это замша. Не знаю размер. Не знаю ничего. В принципе, дефектов никаких. Видно, что-то такое. Уже винтаж. Но хочется померить. Это, скорее всего, Катюшки. Не знаю, возьму, не возьму. Я ей конверс. Нравятся маечки. Так, а здесь у меня куча всего. А еще маечку. Футболку от Найки. Она новенькая абсолютно. Не знаю, нужно. Мне их много. Это я выставила на быстрое реагирование. Мне вообще так нравится. Не знаю, почему никто не реагирует. Вообще классно. Так, это тоже я выставила на быстрое реагирование. 39 размер вообще. Вот эти вот новые полностью. Эти, может быть, пару раз в этом надела. Все. Вообще очень нагюсенькая кожа. Очень классно. Мне так нравится. Я не могу понять, почему никто не реагирует. Смотрите, кожа какая. Такая овощеная такая глянцевая немножко. Вообще супер. Этот платочек взяла. Верка с составом среза. Но смотрите, есть ручная обработка. Шовчик ручной. И вот так вот написано. Я еще загуглю, не знаю. Дальше смотрите. Это тоже срезанная этикеточка. Но мне понравилось. Смотрите. Эфелева башня. Эфелева башня. Мне понравилось. Не знаю, что это. Может быть и полистер. Может быть и ацетат. Может быть, не знаю, что-то другое. Но мне понравилось просто расцветкой. Я хочу посмотреть ее. Так. Это шелк. Ну, судя по шелу, даже понятно. Очень хороший плотный шелк. Срезанная этикетка. Но плотный, классный. Напоминает даже как в РМС. Такое очень хорошее плотность. Такое, видите, немножко. Вот такой вот рифленый. Смотрите. Новый полностью нашла. Вот ремень. Я еще его не просматривала. Не просматривала. Это такой, как в стиле Этро. Может быть и Этро. Вдруг 95 сантиметров. Он вообще новый полностью. Новый прямого. Нет, не Этро. Коровки. Овечки-коровки. Короче, нужно померить. Не знаю. Кстати, знаете, сейчас 2 недели. Уже в Евролондах не будет завоза. Вот в вторник завоз. Потом аж только уже в середине Нового года. И в четверг еще будет завоз. И потом тоже уже только в середине Нового года. Поэтому уже перерывчик будет. Взяла себе померить кроссовки. И их только привести в порядок. Мой размер. По-моему, оригинал я еще раз просмотрю потом. Это пижамка. Вообще новенькая пижамка. Я ее мамочке возьму. Я ей купила до тапочки в прошлый завоз. Пижамку я хочу маме тоже в подарок. Взяла 2 стилечки новенькие абсолютно. 36-й, наверное, размер. Так, думаю. Так. Это пыльник. Ну, просто пыльник. Такой хороший. Дышать будет. Смотрите, какая вешалка крутая. Я ее в любом случае возьму. Хотя она такая тяжеленькая. Зависит она такая крутая интерьерная. Я в прошлый раз, не помню, показывала или нет. Взяла вот просто практически такого плана салфетку. На стол она сейчас лежит. На ней там надгодняя композиция. Я ее по-любому возьму. Такая интерьерная крутая вешалка. Так. Это пыльник. Сумки Полине. Смотрите. Была упаковка. Новые полностью маски. Она вообще ничего не зависит. Можно, в принципе, посмотреть. Если будет удобно, то я возьму. Они вообще были в упаковке открыты полностью. И смотрите, какая штучка. Кстати, она зависит немного. Там 3,5 доллара. Вот я ее буду открывать. Вот так вот выглядит. Вешается, смотрите. И для платков. Ну, здесь можно ремни вешать. Ну, короче, вообще такая... Я посмотрю, если она целенькая. Можно взять. Хотя она полностью в упаковке. Вот так вот она выглядит. Ну, все. Сейчас все. Буду рассматривать. Ну, вот это по-любому возьму. Вот это точно. И пижамку, скорее всего, маме возьму. Знаете, камера так засвечивает. Они какие-то с зеленцовой коричневой. И почему-то отдают зеленцовой. Там дубленку тоже снимала. Такое же. Но они коричневые. В общем, они на меня чуть большие. Но они вообще, конечно, задумка классная. Мне нравится модель. Видите, вот тут вот такая мягкая замша. Я вообще замшу не очень люблю. Но это, конечно, вообще суперское. Ушивать я ничего не хочу перешивать. В общем, оставляю их. Кроссовки оставляю. Вот это, скорее всего, беру. Это еще не знаю. Это еще ничего не мерила. Прочие штанишки в очередной раз мимо меня. Их забирает Янка. Но мы договорились, что я иногда у нее буду брать. Вот так. Потому что я купила тот костюм. Это точно такой же цвет. Если что, на смену. Ну, короче, будем вместе носить. Как-то так. Она на меня большая. Я ее, конечно же, брать не буду. Но она, конечно, такая миленькая очень. На магазин я тоже не буду брать. Потому что это такая специфическая модель. На любителя. Ну, специфическая такая. Ну, вы понимаете. В общем, она не совсем уже такая базовая вещичка. А такая более акцентная. Модель такая тоже не совсем базовая. Поэтому нет. Но это размер где-то Эль, я так думаю. В общем, я, естественно, брать не буду. Но померить померила. Я вот в полном замешательстве. Что сделать с этим кардиганом Рената Ковалю. Он в идеальном состоянии. Наполовину шерсть. Наполовину акрил. В принципе, такой в стиле Гуччи. Интересные. Актуальные. Очень классные. Но я не знаю. Это Эльразмер, но он пойдет еще побольше. Короче, от М до XL очень отлично будет. Смотря сколько он зависит. Но, конечно, посмотрела на шафе. Ну, и вообще на сайтах на Украине шла. Продают. Полупальто. Там две с чем-то тысячи гривен. Короче, пиджак тысяча с чем-то гривен. Ну, короче, ценники очень хорошие на этот бренд. Ну, в общем, я подумаю. Состояние идеальное. Просто идеальное вообще. Здесь камера немножечко как-то его скажает. Ребята, к сожалению, оставляю Олимпийку здесь. У них, вы смотрите, видите. И там еще на капюшоне где-то нашла тоже. Чуть-чуть где-то было. А вот, видите. Мне так кажется, что где-то в магазине, наверное, испортили. Потому что она вообще в полностью новом состоянии. Ну, вообще в новом. Не знаю. Как будто ее залома магазинная еще есть на ней. На самом деле очень жаль. Я, может, вернусь, когда будет распродажа. Сейчас две недели не будет завозов. Может быть, потом заберу и попробую с ней справиться. Не знаю. Вот смотрите, кстати. Ремень я, скорее всего, возьму. Он на меня немножко большой. Я его возьму, может быть, магазин. Он вообще новый при новом. Мне попадались такие ремни. Но мне не попадались не в новом состоянии. А этот вообще новенький полностью. Вообще классный, конечно. Супер. Все, ребятки, я подхожу к Мода Макс. Очень холодно на улице. На обратном пути зайдем в Белиту. Надо докупить девчонкам еще подарочкам. Мелочевочки. Туши себе купить. Зайдем в Мода Макс. Посмотрим, что там. Затем на восток мега хэн. Боже мой, у меня с меня столько дел. Я просто вообще разрываюсь. Все, заходим. В категории люкс увидела вот такие лоферы. Это натуральная замша. Состояние было, в принципе, хорошее. В отделе шарфами я ничего интересного не нашла. В мелочевке тоже. Вот такой тренч, конечно же, мне очень понравился. Это натуральная кожа. Состояние просто идеальное. Очень классный тренч, ребят. Но я даже не пыталась его завесить, потому что он очень тяжелый. Он бы стоил, ну, совсем немало. Ну, от слова совсем немало. Поэтому даже не пыталась. Но, конечно, классный. Реально классный. Были вот такие кроссовки от Nike. Но я, если честно, не люблю эту модель. И на этом все. Ничего больше интересного не было. Ну что, мои хорошие. Мода Макс абсолютно ничего. Зашла и вышла. Кожный третч был такой неплохой. Но я не нашла, где размер указан. Мне не надо. А если на магазин, то было бы очень дорого. И я не взяла. Потому что максимальная цена. Что сделаем? Заходим сейчас в Белиту. Посмотрим. Выберем, вернее, что мне надо. Там тушь возьму. Может, еще кое-что. И мне сегодня, кстати, уже позвонили с Крафт. Пришел с Минска. Пришла моя помадка Шанель. Так что заберем сегодня. Но это еще потом. А сейчас надо будет ехать на Восток. Мегахэн. В общем, ребят, я просто разрываюсь. Я взяла три куши себе и девчонку. Обязательно я беру, конечно же, демакияж. У меня закончился. И возьму тоник. У меня тоже закончился. Я обожаю их. Демакияж тоник просто вообще классный. Кстати, вот эта линейка. Мне очень понравился. Крем для век хороший. И вокруг глаз. Мне сейчас Катюнька там вроде какой-то подарок купила. Что-то такое с, ну, в Польше. Натуральная косметика. Пока я жду, то я пользуюсь вот этим. Ребята, в общем, за весь этот пакетик я отдала, ну, где-то около 17 долларов. Я думаю, что это совсем-совсем немного. Очень давно сюда не заходила. Может, быстренько зайду, гляну, вдруг какие-нибудь сумочки интересные есть. Сумочки я там интересные не нашла. Но нашла, ребята, вот такое великолепное пальто. Просто невероятное пальто. Красивый цвет. Это шерсти-кашемель. Состояние просто обалденное. Вот сейчас смотрю на него и думаю, что, может быть, заглянуть еще в этот магазин. Потому что там очень маленькая проходимость людей. И, возможно, она там осталась. Потому что очень многие у меня спрашивают именно такого плана пальто. Все, ребятки, перерыв на обед. Света зашла в корону, потому что я задубенела. Идем, может быть, сюда зайду, в вешалки посмотрю. И сейчас главное покушать. Немножко согреться. Хотя в машине вроде жарко. Знаете, мы постоянно эти выходы на улицу. Я просто задубенела уже. Так что сейчас кушать, кушать, кушать. Красиво все в юзке. У меня нет времени вам поснимать. Ну ладно, чуть-чуть уговорили. Уговорили. Немножечко совсем. Сейчас зайдем, посмотрим вешалки. О, какие красивые щелкунчики. Я, если честно, обожаю щелкунчиков. Мне очень хотелось купить. Он даже на скидке есть. 39-40 рублей. Это сколько? Так, это где-то 16-15 долларов. Где-то так. Красивый этот розовый мне нравится. Ну и такой серебристый, тоже красивый. А эти без скидки. А, по карте клиента со скидками. Скидочная карточка осталась дома. Здесь вешалки дорогие, ребят. Я пойду лучше в фикс прайсе куплю. Одна вешалка 4 рубля. Там целый набор из пяти вешалок еще дешевле стоит. Все, в общем, есть в принципе тогда... А, вот еще есть вешалки. Ну, тоже дорогие. В общем, я покупала дешевле в фикс прайсе. Покупала дешевле в светофоре. Поэтому точно такие же вешалки. Мне, конечно, не нравится, что они не крутятся. Лучше в фикс прайсе купить. Те, которые крутятся, они получаются дешевле. На двери красивые штучки. Но у меня красивее. У меня красивее купила... Знаете, смотрю, что это, в принципе, все можно купить в Секанхенде. У Деда Мороза классный. В Секанхенде всегда очень много новогодней тематики. Поэтому все это можно купить там. Подушки какие классные я купила. Поэтому есть такие какие-то Деда Мороза шерпотребовские, как я называю. Винки. Очень некрасивые. Ну, вообще, очень некрасивые. Вот, а щелкунчик, конечно, классный большой. Смотрите, 159 рублей. Это так, 40, 50, 60 долларов. Вот этот вот красавчик. А стоил 400 рублей. Стоил в 2,5 раза дороже. Все, я пошла кушать. Корона просто огромная. Кстати, мне еще нужно купить сырки, котенечки. Она очень обожает там определенного вида сырки. Она говорит, мамочка, купи мне сырочки. Я сразу куплю, чтобы она утром покушала. Ночью, привет, моя зайка. Боже, как же я соскучилась. Вот, я пойду сейчас встала в кафешку. Она там. И покушаю. И сырки куплю, чтобы уже не тратить время, не заходить больше никуда. Кстати, Глинпейн вот этот вот здесь дороже почти на целый рубль. Невыгодно здесь покупать. Но в Короне всегда оценники дороже. Здесь можно все выбрать и сразу же покушать в кафешке. Я, наверное, сейчас полноценно здесь, чтобы быть, выберу и покушаю. Вот такая вот кафешка. Здесь можно взять, там все, сюда прийти покушать. Я взяла свеклу, взяла филе, взяла рис с горошком и перец, по-моему. Там на улечке, ну, вот такая вот прогулка, площадка. Все, я ухожу в свою еду. Это очень голодная. Ну, кофеек придется взять из аппарата. Я взяла латте, потому что другого здесь, к сожалению, нет. Купила еще такой пирог бездрожжевой. Я уже второй раз покупаю с творожной. Очень вкусно. Еще и печенком взяла на утром. Ребят, вот посмотрите, вот такой вот пирог. Он теплый, представляете, он даже еще горячий. Вот только с печки здесь выпекают в короне, собственно, производство. И латте мой небольшой. Так что я сейчас закончу свой обед и съездим по делам. Кстати, я стоматологу я сегодня отменила. Так как мы договорились на следующую неделю, потому что не успевает никто. Все, ухожу в свой вкусный пирог. Это, кстати, бездрожжевой и много-много творога. Я поняла, почему я так сильно замерзла. Печка на всю кочегарит. А мне холодно. А дело в том, что просто я была голодная. Я как утром чуть-чуть там кое-что поела. Вообще почти ничего не поела. И на целый день. А сейчас попила кофеек, покушала. И я очень хорошо согрелась. И сейчас можно в бой. Ведь уже садится солнышко. Уже начало шестого. Я сейчас в мегафе заеду за шарфиком, если он еще меня дождался. И еще по другим делам. Поэтому напиваю кофеечек. И вперед. Я очень обрадовалась, что шарфик меня дождался. Я его купила для своей подписчицы. Также увидела вот такой интересный жакет. Воротник, отделка из бархата. А сам он из шерсти. Очень интересный такой. Мне очень понравился. Но я его не взяла. Просто вам показываю. И понравилась мне эта рубашка в мужском отделе. Рубашка от Ralph Lauren. Насколько помню, это шерсть в составе. Думала взять для своего брата. Но в принципе он рубашки не носит. И это не его размер. Она маловато на него. Также я взяла здесь покрывало. Которое я видела на новом завозе. Такой офф-вайт цвет. Сливочный. И я очень этому рада. Потому что сегодня мне оно обошлось дешевле. Чем на новом завозе. Так как сегодня уже небольшая скидка. Наконец-то я доехала до магазина Крафт. Еду за своей помадкой. Можно сразу упаковочку. Так, все. Она. Вроде она. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok цвет здесь насыщенно черные камера очень засвечивает цвет просто черный без какой-либо примеси вот такой и посмотрите что нашла вот такой замечательный свитшот от дона каран это стопроцентный оригинал состояние просто новое полностью новый я этот свитшот взяла и в итоге он отправился к моей дочи катюшки она его когда увидела сказала что он ей очень нравится и я с удовольствием отдала ей я меряю туфельки меряю челси в общем меряю все подряд меряю свитшот ну в общем я очень довольна покупками которые мне удалось купить на ткану нового года было очень мало людей многие конечно же не добрались не добрались в магазин из-за пробок из-за того что это уже канун нового года у людей другие планы но я все-таки рискнула и не зря поэтому меня и дождались вот такие невероятные находки меряю кашемировые пуловеры сели они на меня очень хорошо но мне не нужны я меряю для своих девочек подписчиц пытаясь еще раз вам показать поближе детальнее эти туфли серийный номер присутствует все соответствует состояние просто изумительное очень невероятная мягкая кожа очень толстая подошва ну в общем качество просто бомбическое на меня не чуть-чуть большие то 36 размер у меня 35 но здесь эта резиночка очень хорошо держат на ножке и они не спадают с ноги очень хорошо на меня сели и я в них уже была на новый год надевала их проходила весь вечер дома и нога вообще не устала просто невероятные каблучок такой средний и очень удобный и показываем вот эти вот кроссовочки мне очень понравились они сейчас смотрю на них думаю ну косу кроссовки реально классные но я их не взяла так как у меня и так много покупок то ребятки не зря я стояла в пробке конечно же честно когда вот такие вещи попадаются просто в секонд-хенде это не знаю это это просто особенные эмоции мне кажется совершенно не такие когда покупаешь новую вещь в магазине потому что у меня были такие моменты когда ты покупаешь за вот за этот пакет я купила челси кларкс я купила туфли луи виттон я купила донакарон худи свитшот все это заплатила я 22 доллара потому что сегодня дополнительные скидки бонусной карте еще плюс удваивается короче умножить на два грубо говоря поэтому обошлось мне вот это вот все за 22 доллара что касается этой пары прекрасной туфель луи виттон вне сомнения это оригинал я здесь не боюсь сказать никакого больше вердикта кроме этого качество исполнения просто невероятное невероятно не считая того что присутствует серийный номер даже знаете если бы этого всего не было я бы просто руками и ногами бы я поднимала говорила что это только оригинал потому что вне сомнения такое качество исполнения такая ну просто все просто все хочется рассматривать детально подошва это перфорация на коже но их лога их там эти значки и луи виттон в общем цветочки в общем все 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 просто но вообще невероятно как толстая классная подошва знаете если честно они не чуть-чуть большеватые у меня 35 это 36 но я их не буду продавать если не носить никуда то я буду оставлять их для фотосессии а если куда-то там в машину выехать в принципе нормально буду что-нибудь запихивать в носок поэтому но я их оставлю однозначно себе потому что такие находки ну мне за всю историю моего хождения первый раз убью как-то сложновато всегда находить поэтому обувь луи виттон я знаю что это если когда-нибудь и найду то если когда-нибудь найду лучше то эти продам а пока нет к собой обуви все гораздо сложнее секонд-хэндах мне попадается впервые луи виттон просто поэтому я понимаю что я такие могу не найти если найду то я их продам пока конечно же нет они будут радовать меня будут стоять у меня на полочке в общем оставляю их себе однозначно так что все еще следу во второму до макс все заходим во второй магазинчик посмотрим что здесь есть интересного забегая вперед скажу что этот мода макс конечно же мне не порадовал так как предыдущие вот такие кроксы были интересная расцветка вот такие были туфельки это бархат я думаю скорее всего это винтаж но в принципе носочек такой актуальный квадратные интересные но но нет вот такое пальтишко было насколько помню это шерсти кашемир принципе довольно таки неплохое пальто увидела вот такие спортивные штаны от маскина но при детальном рассмотрении я решила что это же не оригинал конечно такая этикетка на оригинале не присутствует и был вот такой пуловер от массе модульти я его взяла в примерочную покажу как на мне этот пуловер смотрится также нашла вот такую шапку она абсолютно новая я искала себе белом цвете шапку под мой шарфик от gucci и наконец-то я нашла абсолютно новая шапка актуальная модель мне на очень понравилось я ее для себя купила вот так сел на меня пуловер но мне не понравилось то что внизу немножечко растянута резинка и это все решила в сторону того чтобы не покупать его хотя состав был хороший все в нем было неплохо но эта резинка внизу сделала выводы сторону обратного к сожалению все у меня последний день в этом рабочем году закончился я забираю оставшуюся партию подарков от моих девчонок подопечных смотрите у меня полезные подарки для девчонок это медик домашний это вот такая домашняя пастила какая открыточка тематическая как раз для света с балеринкой а это пастила девочка делает сама представляете там для обычная и черная самородина просто вообще фантастика я нас казахстана это она все умеет делать а эту коробочку еще не открывала я даже не знаю что там я уже дома распакую может быть покажу может не покажу все я домой ура домой 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 еще вот такую картину нарисовала своему тренеру малышка наташенька зайчик маленький еще не умеет писать нарисовал спасибо рыбка моя я уже приехал домой не выдержал открыла без вас не тут тонька помогла смотрите какой красивый наборчик этот на девочки подопечные здесь обожаемые мои конфеты я обожаю вот всех рафаэла фрера и тут еще какая-то я такую не знаю темно и посмотрите какой классный наборчик цвет темный на теже дома уже темно и такой очень красивая нежная лаванда и такая красивая чайная пара вообще прелестно просто прелестно класс класс что тонечка тебе понравились конфеты мама не дает да зато посмотрите какую печеньку только катка положила под елочку уже привезла вот такие печеньки будет девочка кушать да еще нельзя открывает нужно новый год ждать а ты думала нельзя потом уже будешь кушать свои печеньки да мама не дает пока пока нельзя нет 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 нужно новый год ждать до дома и сладкою моя девочка моя хорошая печеньку хочется печеньку хочется печеньку то вкусняшку хочется дать там у тебя еще есть другой пачки немножко печенька там до печенька пойдем да но пошли но пошли за печенька пошли где она там там все пошли мы печенька кушать доброе утро ребятки вернее добрый день уже времени почти час у меня уже размеренные начались дни потому что у меня сейчас уже тренировок не будет я только выйду в новом году это очень классно приятное время хлопоты подготовки к новому году упаковка подарков все такое в общем у нас уже от теперь уже даже такой снега дождь непонятный а я видите такая снегурочка вчерашняя новая шапка она и так была новая но я все равно естественно и простернула и вот пуховичок мой шарфик кучи и там просто у меня все все по-простому черные джинсы и ботинки я сейчас еду на завозы там будет потом перерыв у нас магазинах завозов не будет даже две недели поэтому сегодня съезжу посмотрю также еще заеду в какой-то еще хотела заехать не помню куда в модамакс в общем глянем посмотрим также мне сегодня нужно еще домонтировать аж целых два видео потому что я хочу перед новым годом выпустить большой такой предновогодний влог один будет с покупками просто крупной крутейшими люксовыми покупками второй будет такой же предновогодние подготовка хлопоты выбор елочки очень все все такое поэтому нужно домонтировать выложить сегодня первое завтра второе видео это будет думаю как раз к месту чтобы уже такой предновогодней атмосфере посмотрели и немножечко провели время со мной на что ребятки поехали вперед забегая вперед скажу что этот завоз меня порадовала в отличие от того что давно в евроленде я ничего интересного не находила была вот такая интересная сумка винтажная я и вам ее просто показала брать никуда не хотела вот такие интересные топули были от пума и посмотрите что мне удалось найти камера засвечивает а такой очень красивый глубокий серо-синий цвет темнее чем на видео это костюм от prada это оригинал также мне наш попался нашла я вот такой интересный костюм скорее всего винтаж очень красивый такой цвет легкий 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 сливочно-бежевый какой-то красивая фурнитура все в нем хорошо и состав великолепной все великолепно кроме вот этих лацканов которые мне вообще не понравились на жакете но это все я покажу вам в примерочной и скажу что я решила с этим костюмом потому что у меня на него были планы качество конечно вообще на высоте очень классное качество также был вот такой жакет от бетти барклай камера моя совсем не хочет фокусировать вот такие цвета темные и посмотрите что нашла это шелк стопроцентный шелк невероятная такая блуза великолепная блуза и забегая вперед скажу что я ее взяла для своей девочки подписчицы это стопроцентный шелк очень мне понравилась эта куртка бомбер натуральная кожа вот сейчас на нее смотрю и думаю что в принципе она конечно классная не знаю почему я ее не померила состояние просто бомбическое очень редко попадаются именно бомберы кожаные вот такая была рубашка от кевин кляйн джинсовая комбинация с эко-кожей я его взяла также в примерочную и и я для себя купила вот такую наволочку для декоративной подушки ну потому что здесь есть и фили в башне я очень люблю темы связанные с парижем и конечно же я ее купила такая рубашка была утра альф лоран ничего особенного просто обычная рубашка и увидела вот такой халат у дона карен скажу наперед что я купила этот халат на полной распродаже он не обошелся просто за сущие копейки это очень приятно это мой размер и это оригинал ну чтож встретимся с вами в примерочной опять я этот костюм конечно же брать не собираюсь но мне очень хотелось вы померить он конечно невероятный мне это не мои лацками мне нужно делать лацками узкие потому что мне наоборот нужно что плечи не был акцент на плечи а здесь он будет расширять наоборот верхнюю зону верхнюю часть поэтому но в общем конечно невероятно он невероятный такая юбочка идет сразу в комплекте конечно он очень красивый костюм много если бы не лацкана то я бы подумала я бы может быть даже и взяла но так нет мрать не буду очень жалко видите нужно вот так как мне нужно просто другая другая верхняя часть это можно было бы переделать при желании но 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 он классно классно конечно короче полном составе костюм я напоминаю себе как если не стюардесса потому что стюардесс там другой цвет но вот сам костюм или может быть какая-то знаете как это жена какого-нибудь там премьер-министра маргат маргарат эчер я подумала что я наверное подумаю может я возьму юбку отдельно юбка вот классная деньги под сапоги очень классно молочный цвет а жакет и брать не буду потому что эти лацкана мне не нравится он сел очень хорошо его не хочется заморачиваться с перешивкой у меня есть тиска домой принципе зачем а костюмом я носить точно не буду юбку я наверное возьму все таки юбка очень классно села хорошо села все ребята я в костюме от прада я сначала когда его взяла и я подумала что где-то я ничего не могу найти никаких познавательных знаков но все есть абсолютная при этом под жакетом только без квартир поэтому я уже так аккуратно в общем это 44 размер но получается если наш 44 меня чуть-чуть свободно но в принципе нормально длина юбки вообще классная юбка с запахом это оригинал ребят короче я нашла боже я же не буду тут раздеваться в общем я потом покажу все этикеточки на месте абсолютно вообще просто невероятным такой классический можно жакет носить отдельно я не люблю я костюмами никогда не ношу юбку носить отдельно жакет носить отдельно я не знаю что еще буду делать с ним но возможно оставлю себе знаете я поняла почему его не увидели потому что здесь видите неприметно здесь этикеточка вот видите плохо видно ну тоже там такой как бы на черном фоне такими темно темно и графитовыми темно синими нет но там вот надпись на юбке уже я уже развернула на юбке увидела вот есть этикеточки есть там все серийные номера все там еще разворот есть присутствует короче вот я еще состав не смотрела но вот это вот очень хорошее что-то мне кажется подкладка 100 процентов а это не знающий наверное вискоза мне кажется здесь вискоза в составе как основной может это еще добавлено вообще вот так смотрите вот такую вот сумочку я еще нашла жду сейчас ответ вот мои девочки подписчицы вот такой вот бренд неизвестен вот здесь все брендировано здесь тоже смотрите мне очень нравится боковушечки видите здесь такие как в моей сумочке селин вот так вот регулируется можно переставлять здесь по моему только на один не знаю короче ли это по декоративной у меня то регулируется ручка именно таким образом внутри на все целенькая очень вместительная не знаю что за бренд не указан состав но по ощущениям что это кожа не знаю везде не придраться ведь все запаяно везде не знаю но такая очень добротная очень такая стильная сумочка очень классная такая ведь как бы можно ее под много включить образов коричневые черные это бордо и все что угодно такая такая прикольная короче посмотрим что скажет моя девочка а это конечно же беру вот это вот ой я еще не показала вам я их наберу это полностью новые штанишки я уже померила на себя вот бренд очень классная его обожаю спортина не очень плотные очень такие плотные состояние просто новая полностью новая здесь вымазалась у меня уже упала на пол час почищу пыли видите вот они а так они вообще классно классные классные так что я еще беру от костюма я беру отдельно юбку она очень классная решила взять это я беру для своей подписчицы девочки шелковая блуза стопроцентный шелк и вот такую вот я и вот такую вот тоже блузу рубашку в хлопка я тоже беру и для нее очень классная такая смотрите сделано вообще классно не все вот так вот сзади удлиненная спереди чуть укорочены так что ой падает честно и кстати вот это бренд апарт это немецкие очень апарт очень такой не бюджетный немецкий бренд очень популярный в германии не только в германии короче в германии там вообще от него все балдеет просто но я и много не слышала много как бы мне попадалось но немного но так хорошие очень очень достойные это не масс-маркет никакой абсолютно очень хороший достойный бренд брючки беру и там еще я понабирала смотрите это я вам показывала это я тоже возьму на подушку я поищу может быть я еще вторую найду сейчас не знаю так это я беру кроссовки для своей катюшки у меня доченька приехала и придется пока ждать визу застрять здесь и я и ей чтобы заниматься в зале я беру ей одики эти будут в них заниматься так это я беру пыльники для обуви пыльник большой для сапожек так смотрите тогда раз так это у меня уже другой пыльник все же серже у росси это у меня пыльник когда мне не одна правда можно костюм запихнуть так это у меня пыльник еще один это тубу вы были правда жалко нет луи виттон я надеюсь что луи виттон найду ничего страшно вот а вот еще хоган тоже пыльничек это лен сто процентов лен или лен с хлопком скорее всего и посмотрите вот такой вот с тяжеленькая фурнитурка я не знаю посмотрю здесь это не кожа но мне нравится эта фурнитура тяжелая как бы на сумку может куда-нибудь там я не знаю я еще подумаю не знаю надо не надо в общем все в общем все по вымазывалась падала выйдя из примерочная решила еще прогуляться немножко по магазину нашла вот такую юбку это натуральная замша юбка в очень хорошем состоянии просто в отличном состоянии для замши мне она не нужна я просто решила вам показать в обуви нашла вот такие дутики сапожки комбинация натуральная замша мех ну в общем такие теплые которых замерзнуть невозможно хоть мне не принципе не нужны но мне очень захотелось померить их они были моего размера поэтому покажу вам примерочное что с них получилось вот так они на мне сели мне показалось что на нога просто гигантская хотя не очень удобные но но очень какая-то большая нога соотношение с моим масштабом они смотрятся на меня просто очень массивно это мне не понравилось посмотрите почти селин вот такая шерпотребовская сумочка но написали почти почти так как надо вот такая была мастерка оля бербери не знаю зачем я ее показываю и посмотрите что нашла вообще случайно нашла но это было очень приятно очень приятная забегая вперед скажу что я очень сильно люблю это худи я на сто процентов не уверена что оригинал хотя все вроде как бы соответствует все в порядке но здесь есть какая-то доля сомнений но я все-таки его взяла и уже прямо на выходе нашла вот такой пуховичок от маркейн состоянии просто идеально изумительная она невесомая эта курточка пуховик и я конечно же взяла пока он у меня я не планирую его продавать не знаю буду продавать не буду но решила оставить все-таки пока себе потому что мне он очень понравился где хотелось какой-то легкую легкий пуховик ты ребятки я уже в машине вернулась с огромным огромным пакетом потратила кучу 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 денег я сейчас езжу еще в мода макс посмотрю что там на завозе и потом уже домой приготовление все все такое к праздничному столу в общем я все-таки рискнула и взяла худи луи виттон я не могу утверждать на сто процентов оригинал не оригинал что касается сделано просто великолепно там есть часть этикетки часть этикетки с срезана состав 95 процентов лобка 5 процентов лукро есть какие то что есть штрих-кодки номера серийник есть в общем все это есть кто его знает ну короче ну сделано все замечательно и я взяла в первую очередь из-за того что она очень очень теплая я искала что-то такое подобное именно теплые такой вариант худи для удобства у меня есть черное худи оффайт вот такого же качества такого же плана теплющие я гоняла в минск мне очень удобно где-то в машине куда-то пододеть и искала что-то подобное в светлом тоне и вот мне понравилась цветовая комбинация мне понравилось что нет никакого загромождения там лого ну все в порядке все прилично и качество просто замечательная теплая просто невероятно в общем взяла от костюма юбку взяла там много пыльников девочки свои подписчицы две блузки катьке кроссовки такую вот эту наволочку на подушку декоративную ну что-то там а еще курточку маркейн последний момент уже увидела пуховик маркейн я выставлю ее на продажу скорее всего в магазин отличное состояние это пух перо просто замечает наставлять его в магазине конечно же я не могла я и сильно не рассматривала посмотрела на дефекты и сразу же пошла ну уже рассчитывается потому что время и так много провела ну что погнали в модамакс вперед да ребят к новому году весь снежочек подталивает очень печально было так вчера все очень красиво сейчас все очень грустненько становится я уже куда макс подхожу затем съезжу на заправку а затем уже скорее всего домой нужно еще подарочки упаковать а еще нужно купить упаковку коробки для подарков тоже я же была рядышком от света ладно зайдем сюда посмотрим пока ну что ж ничего интересного в этом магазине я не нашла кое-что из обуви вам покажу из вещей даже ничего показать и не смогу вам потому что ничего интересного не было вот такие были туфли от рентель такие сапожки натуральная замша стиле казаки в принципе и все на этом ребят коротко нашей погоде на новый год вот так выглядит 31 декабря ребята немного вам новогоднего снега в общем погода вот такая у меня девчонки отпустили на часик сегодня касса и завоз пятницу я решила не пропускать это дело потому что я сегодня легла спать в 6 утра из того что были большие проблемы с выходом нового видео почти сутки она была постоянном редактировании постоянное какое-то удаление опять загружала в общем все такое поэтому немножечко нужно расслабиться и я зайду сейчас мы до макс может еще куда-нибудь если успею мы все пойдем посмотрим забегая вперед скажу что я не зря пришла в этот магазин но во всем по очереди вот такая была пара обуви такие туфель из натуральной кожи так выгляжу я покрутилась немножко перед зеркалом вот такие были ботинки это натуральная кожа такой красивый цвет серебро они в очень хорошем состоянии но такая модель спорная в принципе они мне не нужны я не люблю такую акцентную обувь сильно поэтому просто вам показала а вот это невероятная пальтишко я нашла для своей девочки подписчицы мы давно с ней подыскивали что-то такое и канун нового года 31 декабря мне удалось найти вот это невероятное пальто состав просто великолепный качество великолепное состояние просто великолепно но в общем все в нем отлично цвет ну все все сошлось все что нужно сошлось в этом пальто я меряю это пальтишко на себя но конечно же нами большое я меряю для своей подписчицы там и длина хорошая потому что девочка высокая ей все подошло и я конечно же с радостью его купила для нее ну что ж друзья в этот предновогодние часы уже уходящего года я порадовала свою девочку подписчицу этим шикарным пальто шерсть кашемир просто невероятный поле они в общем все супер все классно я довольна я стресс сняла после столько времени неудачных попыток выхода видео в общем стресс ушел все нормально я еще зашла в окею нужно яночка свечи купить она попросила так что сейчас быстренько купим и и и дальше посмотрим яночки беру вот такие свечки она после нового года вид еще праздную с друзьями параграф кстати они его пополностью зарезервировали поэтому им уже свечки еще 31 декабря супермаркете полное столпотворение мы сейчас в евроопте с катюшкой будем закупать продукты на новогодний стол мы с моей красотулечкой и за покупочками наконец-то отдала свою крошку любые мои гуляем а здесь короче движение просто вообще пробка на пробке и а и Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, мои хорошие, вчера закончилась шумная распаковка всех подарков. Я, конечно же, не буду вам показывать все, что мы там друг другу надарили. Но я хочу поделиться с вами, что находится в этом боксе. Этот боксик для меня подарили мои дочурки. Катюшка покупала, но это от их двоих. Они знают, что я люблю все натуральное, косметику натуральную. Я предпочитаю Элевраму раньше, потом я в оброслую купила другую серию очень классную. Ну, Катюшка, вот когда они подбирали, ей посоветовали консультанту. Вот именно с этой серией, там с двух серий, насколько я поняла. Вот такая вот коробка большая. И сейчас к мне смотреть, что здесь. Так, я еще сама толком не знаю. Это тоник, смотрите, все, видите, серия натуральная, веган и 99% натуральная. Это тоник, рекомендован дерматологами, косметологами Польши. Натуральный, полностью натуральный. Так, далее, это у нас пенка тоже, это же серия. Пенка тоже 99% натуральная, веган, с арбузом, папайей и натуральной розой. А, молодой розой. Короче, пенка для умывания, отлично. Так, смотрите, бальзам для губ. Вот такой, видите, даже упаковочка бумажная полностью. Все такое экологически чистое. Бальзамчик для губ, обожаю. Будет мне на смену моей шанельки, потому что он очень быстро расходуется. Так, вот это что у нас? Вот это у нас, это у нас серу для вокруг глаз. Серу вокруг глаз. Это уже другая серия какая-то. Салоэ Вера, короче. Вокруг глаз, хорошо, отлично. Так, а вот это, так, вот это у нас, вот это с экстрактом зеленого чая. Это у нас масло для, насколько я понимаю, для сухих участков кожи. Класс, вот такой вот. Или типа сыворотки, ну масло, более масло, олень, масло более. Вот такая вот штучка классная. Так, далее, то степляшечки пошли уже. Вот такая вот компания. Это уже крем вокруг глаз. Стеклянная баночка, люблю такие баночки, класс. И с этой же серии уже крем для, ну дневной, с витамином Е. Тоже стеклянная такая баночка классная. Так, что здесь еще у нас осталось? Вот такая вот зубная щетка. Я пользуюсь бамбуковыми деревянными. Всегда. И вот такая вот, Катюшка еще туда положила. Шоколадка. Обожаю этот шоколад. Вот я, кстати, его именно такой еще не пробовала. Видите, там он по кусочкам разделен. Такой именно не пробовала, но обожаю вообще эту серию. Люблю польский такой шоколад темный, черный, горький. Класс. Так, а смотрите еще, кстати, вот мне еще в придачу положили. Это Янушка успела таки дорисовать. Это она сама рисовала. Помните, я покупала я картину по номерам. Я подарила одну заранее, а две потом уже на Новый год. И она успела к Новому году буквально там за две недели вот эту вот даже меньше дорисовать вот эту вот красоту. Как мне понравилась эта картина, я когда ее увидела, вообще просто супер. Посмотрите, какая красота. Так что я ее повешу, потом уже и будет радовать меня. Обожаю, обожаю. Просто великолепно. Вот так вот, вот такие вот, вот такая вот распаковочка, боксика. Все, а я пойду дальше. Мы собираемся в гости сейчас к мамочке. Ухожу в Эфелево башню. Катюшка привезла мне еще вот такие вот духи. Зара ежедневно. Здесь наборчики, получается, две штучки. Гордыня и орхидея. Сейчас откроем и посмотрим. Стоимость их в Варшаве. 40 злотых, это чуть больше 10 долларов. Получается по 30 миллилитров. Два флакона разные. Очень удобно. Вот этот запах гордыня, он такой, ну, очень мне нравится. И катюшка его всегда покупала. Я у нее немножечко тырила. И попросила, чтобы она мне такой привезла. Он такой чуть-чуть, не тяжелый, а чуть-чуть потяжелее, чем вот этот. Он такой вот хорошо сейчас на зиму, на осень мне нравится. А вот этот орхидей очень-очень такой нежный. Летний такой, я бы сказала, запах очень классный. Класс. Очень удобно. В сумочку положить маленькие флакончики. Так что, малышки, добро пожаловать в мою парфюмерную коллекцию. А я сделала себе глинтвейнчик. Включила какой-то фильм. И буду сейчас монтировать вам новое видео. Класс. Класс закроем тогда, за лучших ребенка. Ой, какая красота. Сидеть. А вот какая она. Какой бойца. Смотри, такой Дед Мороз вытащил. Смотри, ты искра в волосы попадет. А что, все? А еще Зи какая-то там холодинка. Ну там все еще. Это я, Дед Морозу на лужку делаю. А ты уже был на гране. Игра в собачку. Давай, давай, готово. Давай, давай. Придумывать игры сами. Развлекаются как могут. Давай быстрее, быстрее. Кидай быстрее, Ксюш. Все, если сейчас Кирилл схватит, то ты пойдешь. Ребята, еще год назад я ненавидела французские фильмы. А сейчас их просто обожаю. Я включила фильм Нотр-Дам. Мне так нравится все французское. Потому что я очень обожаю французские фильмы. И хочу туда попасть. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...